В Наринмаре состоялись публичные слушания по проекту бюджета на 2017-2019 годы. Слушания прошли в обстановке максимальной открытости. Жители региона проявили неподдельный интерес к формированию главного финансового документа Ненецкого округа. Актовый зал администрации, где проходило мероприятие, был полон. Те, кто не смог присутствовать, имели возможность следить за ходом обсуждений в режиме реального времени на нашем телеканале. Бюджет будущего года будет исполняться с дефицитом чуть более чем 800 миллионов рублей. Доходы округа составят немногим более 12,5 миллиардов рублей, а расходы – порядка 12 миллиардов 800 миллионов рублей. В последующие 2018 и 2019 годы прогнозируется нулевой дефицит и профицит регионального бюджета. Верхний предел государственного внутреннего долга Ненецкого автономного округа на все периоды составит 4 миллиарда 100 миллионов рублей. На 2017 год планируется погашение кредита в размере 3 миллиарда 300 рублей и получение кредитных организаций в размере 4 миллиарда 100 миллионов рублей. На 2018 и 2019 года планируется погашение кредитов в размере 4 миллиарда 100 и получение в том же размере. На обслуживание государственного долга в 2017 году потребуется 581,3 миллиона рублей. Татьяна Лагвиненко напомнила, что неопределённости, высокая волатильность курса доллара и цены на нефть приводят к снижению доходной части окружного бюджета. Она, как известно, формируется в основном за счёт налоговых и неналоговых видов доходов, а также за счёт безвозмездных перечислений. Наиболее крупным и стабильным является налог на имущество организации. Он полностью зачисляется в региональный бюджет и в 2017 году составит более 5,5 миллиардов рублей. По следующему виду налога, имеющего существенную долю в доходах, это налог на прибыль организаций, имеется отрицательный тренд по уменьшению. Налог на прибыль организаций в окружной бюджет прогнозируется на 2017 год в общей сумме более 1,5 миллиардов рублей. По налогу на доходы физических лиц ситуация более благоприятная. Это стабильно собираемый налог. Прогноз налога на доходы физических лиц в окружной бюджет составил на 2017 год в сумме 1,363,000,000 рублей. Впервые за последние несколько лет произошло столиевское снижение доходов по проекту «Харегинское месторождение». Динамика поступлений с 2012 года отражена на слайде. Пиковые доходы пришлись на 2014-2015 годы. В 2016 году доходы снижаются более чем на 60%, что не могло не отразиться на бюджете округа. На сегодня речь идёт об ожидаемом поступлении всего 2,393,8 миллиона рублей. В соответствии с сегодняшними реалиями доходной части необходимо проводить секвестр расходной части бюджета, отметила в своём докладе Татьяна Лагвиненко, чем сейчас и занимаются основные распредители бюджетных средств. Расходы окружного бюджета на 2017 год распределяются по разделам бюджетной классификации следующим образом. С максимальной долей 26%, как и было ранее, остаются расходы на образование. Общая сумма расходов в 2017 году составит более 3,3 млрд рублей. Чуть меньшую долю занимают расходы на социальную политику – 18,6%, в размере 2,394 млрд рублей. Расходы на национальную экономику занимают долю 15,4% и составляют порядка 2 млрд. Расходы на здравоохранение занимают долю 9,7% с суммой 1,244 млрд. Чуть меньше доля жилищно-коммунального хозяйства – 9,6%. В суммовом выражении составляет 1,236 млрд. рублей. На фоне остальных субъектов Российской Федерации у нас ситуация более благополучная. Мы на втором месте по индексу бюджетных расходов и на девятом месте по индексу бюджетной обеспеченности. Приоритеты Министерства финансов помогают тем регионам, у которых индекс бюджетной обеспеченности значительно ниже единицы. Мы пока превышаем эту планку. После представленного проекта бюджета на трехлетний период все желающие смогли задать свои вопросы, замечания и предложения. Из наиболее острых и актуальных системы питания в школах и занятий детей в кружках и секциях. В частности, было предложено снизить стоимость питания в школах и таким образом снять с родителей необходимость частичной оплаты. Напомню, сегодня питание в школе на одного ребенка стоит 97 рублей в день в городских школах и 107 в сельских. Снизить стоимость этого питания мы не можем. То есть, существуют нормы СанПИНа, где четко определено 10-дневное меню, и, исходя из этого, сформирована именно эта стоимость. То есть, снижение недопустимо. Бесплатно будут питаться дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, студенты профессиональных образовательных организаций, обучающиеся по очной форме и проживающие в общежитиях. Обучающиеся и проживающие в школах-интернатах. Каким образом будет налажено питание остальных детей, пока не решено. Идет активное обсуждение двух позиций. Первая – софинансирование 50 на 50%. Это, по словам Лины Гущиной, позволит оценить востребованность этой услуги. Ведь ни для кого не секрет, что многие дети не едят школьные обеды. Вторая позиция – образовательное учреждение предоставит на выбор различные позиции меню. Что взять на обед, каждый ребенок решит самостоятельно. И, соответственно, оплатит в 100% объеме. Впрочем, пока законопроект проходит стадию активного обсуждения. Кроме того, волнуют жители округа и занятия детей в кружках и секциях. Потому что родители переживают, смогут ли они это осилить. Ввиду того, что слухи ходят разные, а конкретной суммы еще нет. Пока только был опрос. Лично по себе могу судить. В спортивном учреждении сумма от 800 до 1000 за секцию. Но если ребенок посещает 5 секций, в том числе, предположим, художественную школу, у нас очень высокая занятость детей в этом плане. Что здорово, потому что, если вы сейчас вводите оплату, вы представляете, сколько сейчас детей окажется просто неуделом. Бесплатные категории. Это те дети из социально незащищенных слоев. И также проявившиеся выдающиеся способности. То есть в порядке приема сейчас четко отрабатываются учреждениями. Кого они включают. То, что я и на встрече озвучила с губернатором, то есть по музыкальным школам, это дети как раз предпрофильное обучение. Как раз то, что самое дорогое у нас для бюджета. То есть эти дети будут учиться бесплатно. Далее. На условиях софинансирования. 20 на 80. То есть 20% от стоимости услуги для бюджета будут платить родители. 80 будет возмещаться из бюджета. Эти суммы действительно варьируются. Но мы определяем нормативно стоимость по направлениям. Суммы варьируются от 400 рублей до 2500. То есть понятно, что где-то даже секции внутри стоят по-разному. Поэтому если вам давали, то секция тоже она... Ее комплектование может быть различное. Поэтому стоимость внутри учреждения может быть различна. То есть возмещение. Но четко по этим стоимости, которую я озвучила. Выше платить не имеют права. Иначе учреждение просто-напросто на эту услугу субсидию не получит. То есть эти условия жестко будут контролироваться. После тщательного изучения проекта бюджета, жители округа задавали вопросы и по суммам, которые были им непонятны. Например, в бюджете запланирована сумма в размере более 500 миллионов рублей на субсидию по ЖКХ. Что это за субсидия и из чего она складывается? Так прозвучал один из вопросов. Специалисты пояснили, эти средства направляют на покрытие разницы между тарифами и реальной стоимостью коммунальной услуги. Житель платит не полную стоимость коммунальной услуги, а частично. То есть, если говорить о городе-поселке Искатели, то жители оплачивают порядка 85% стоимости коммунальных услуг. На селе житель платит 15%. Если это переводить на среднюю статистическую семью из трех человек, то в среднем стоимость субсидии даны на семью в городе-поселке Искатели около 16 тысяч рублей в год. По селу это 186 тысяч рублей. Жители Индиги волнуют судьба школы долгостроя в поселке. Объект должны были сдать в марте 2014-го и затянули. По словам Михаила Фомина, сегодня долгострой вызывает большие вопросы. Подрядчик допустил большие отступления от проекта. Сейчас департамент настаивает на проведении экспертизы. Мы настаиваем на проведении экспертизы по тем отступлениям, которые были приняты в проекте. После этого нам будет проще разговаривать и с подрядчиком, который предъявляет дополнительные работы на очень большую сумму. В ближайшее время в Индигу отправятся специалисты профильного департамента. По итогам публичных слушаний сформированы рекомендации по проекту окружного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Вадим Стасюк, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.